Приветствую вас. Чтобы сделать так, чтобы тревога не появлялась, необходимо в первую очередь понять её причину. Дело в том, что все ваши родственники, у которых есть тревога, скорее всего, несколько зажатые, скорее всего, несколько такие подавляющие себя, такие не очень активные, значит, такие достаточно тихие, скромные и так далее. То есть те тревоги не люди, это, по сути, люди, которые подавляют свои желания, подавляют свои потребности, не позволяют себе быть теми, кто они есть. Вот. Соответственно, тревога, да, как и любое другое чувство, это сигнал, сигнал о том, что вы чего-то хотите. Сигнал о том, что у вас есть какие-то желания, потребности. И, соответственно, тревога как бы говорит, обрати внимание на меня, посмотри, посмотри, посмотри сюда. Вот, если рассматривать ваш пример, который вы описываете, да, значит, что, вот вы, например, ехали в поликлинику и понимали, что все опаздывается. Появляется тревога. Да? То есть что такое? Это страх опоздания. А опоздание, это что такое? Ну, это, наверное, страх морального осуждения. Ну, поправьте меня, если я ошибаюсь. Скорее всего, это именно страх морального осуждения за то, что вы опоздаете. Вот. Ну, потому что иначе, по-другому, вряд ли вас бы это волновало. То есть у вас нет полного предпринятия себя, у вас нет полного выражения себя. То есть вы целиком не вкладываетесь в то, что делаете, скорее всего. Ну, я так думаю. Вот. Почему? Потому что, с одной стороны, вы, ну, может быть, вы хотите экономить свои силы, с одной стороны. А с другой стороны, может быть, вы считаете, что у вас не получится. Вот. Короче говоря, короче говоря, приводит это вследствие того, что вы себя не слышите. Вот. И, естественно, естественно, слышит себя нужно. Вот. Поэтому, на мой взгляд, если вы хотите сделать так, чтобы тревога ушла, то, соответственно, вам нужно работать со своими числами. Ну, значит, для начала, если говорить о какой-то, ну, какой-то начальной стадии работы над собой, да, то, что это, а, книга, Федерико Первое, э, практику, практикум по гестантин-терапии. Э, в ней вы найдете определенные, э, базовые, э, значит, потребности, определенные базовые, э, для того, чтобы научиться лучше себя слышать, слушать, чувствовать и понимать. Соответственно, уже после этого, я думаю, что с вами можно будет работать. После этого уже с вами можно будет проводить консультации. В момент, когда вы тревожитесь, здесь совершенно верно техники дыхания, но только вот я, пожалуй, не соглашусь с коллегой в том, что при этом нельзя вести машину, при этом вести можно, только дыхательным техникам нужно учиться отдельно, ну, то есть где-то не во время езды на машине. И тогда самой машине вам будет достаточно сделать немножечко, ну, несколько движений, несколько дыхательных усилий и всё, и, собственно, проблемы у вас не будет. Вот, ну, а сама антреботность, это признак неврозов. То есть ваше подпоснование как бы говорит вам, что у вас есть незаконченные дела, вот, ну, вы на них не обращаете внимания, на эти незаконченные дела, к сожалению. Вот. Ну, опять же, вы не обращаете на них внимания, потому что, эм, ну, для этого нет ресурсов, вы не привлекли, слышать, слышать, слышать себя, вот. У всех тревожных людей, у них есть одна черта, они себя не слышат, вот. Ну, вот, не склонны они себя слышат, к сожалению, вот. Вот. И от этого никуда не деться. Но этому можно научиться, научиться. Вот. Поэтому, поэтому обращайтесь к психологу, который вам понравится, и начинайте с ним работать. Вот. Вот. Начинайте с ним работать по этому, этому направлению. Вот. Давайте ещё раз. А, что нужно делать? Да? Вот вы подчеркнули тревогу. Да? Ну, понятно, что вы с ней справились, как обычно, по-своему. Вот. Дальше. В спокойной обстановке. Когда вы, значит, ну, оказались в безопасном месте и так далее. Сели, закрыли глаза и подумали. Вот. Я приводился. С чего именно я боялся? Что именно для меня было важно? Что именно в тот момент выходило у меня из-под контроля? И, самое главное, должно ли то, что выходило у меня из-под контроля, быть под контролем моим? Подумайте об этом. Подумайте об этом. Я уверен, что результат подобных размышлений вас удивит. Ну, опять же, если вы будете добросовестно относиться к этому вопросу, ибо это важно. Вот. Значит, на этом, я думаю, можно закончить мой ответ. Я надеюсь, что помог вам. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я вам желаю всего доброго. Я вам желаю удачи и успешного разрешения данной ситуации. Спасибо.